МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. В Волгограде накануне начала учебного года подписан приказ о приостановке работы лицея для одаренных детей. В Волгоградской области число задержанных сотрудниками ГИБДД пьяных водителей привлечилось к двум сотням. Впервые в России жители неприватизированных домов Волгоградской области получат право стать их собственниками. Сегодня в Волгоградскую областную думу внесен проект закона о бесплатной приватизации жилых домов и земельных участков, которые находятся в пользовании у граждан 15 и более лет. Таким образом, в регионе жильцы неприватизированных домов впервые в России получат право бесплатно стать их собственниками. Норма закона коснется тех объектов, которыми жители Волгоградской области фактически владели до вступления в силу земельного кодекса РСФСР в мае 1991 года. Тогда, согласно законодательству, земля находилась в исключительной собственности государства и предоставлялась гражданам только в пользование. Сегодня мы вносим в нашу областную думу о том, чтобы передать бесплатное пользование данной земельной участке. Мы говорим о том, что еще есть проблемы с землей. Мы с тех времен, после 1945 года, с 1945 по 1991 год, вот категория людей, тысячи наших жителей, еще не могли ничего здесь оформить. Поэтому мы здесь на себя такое решение приняли. Сложно, понимаем, что исключили в интересах граждан, чтобы там исключить спекуляцию, определенные ограничения мы проработали. Но тем более мы ситуацию решили. После распада Советского Союза многие россияне приватизировали свои частные жилые дома и землю, на которой они установлены, но остались и те, кто эту процедуру не прошел. В частности, только в Волгограде на сегодняшний день насчитывается около полутора тысяч домовладений, на которые у людей нет правоустанавливающих документов. Данные объекты не участвуют в гражданском обороте и, соответственно, не приносят налогов в казну. С 1 сентября в Волгограде приостанавливается образовательная деятельность лицея-интерната «Лидер». Таким образом, ученики и их родители узнали о том, что вынуждены искать другое образовательное учреждение. Причина принятия решения о закрытии лицея буквально накануне начала учебного года, по словам председателя комитета образования Александра Короткова, кроется в состоянии здания лицея. Проблема старая, она всем известная. Там проблема с созданием. И сейчас вот нам эксперты говорят о том, что она обостряется. Там движение идет, понимаете, там глиняный грунт, там все время идет движение. Сегодня ничего, а завтра что-то. Дети будут учиться. Но они будут учиться в других формах. По программам дополнительного образования, дистанционной и так далее. Наоборот, у нас вырастет охват детей, которые будут учиться. В лицее-интернате «Лидер», который расположен в советском районе Волгограда, обучаются одаренные дети из разных районов области. В старших классах они углубленно изучают физику, математику, химию, биологию, иностранные языки. Выпускники этого лицея впоследствии поступают в самые престижные вузы страны. 189 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, задержали сотрудники полиции в минувшие выходные в ходе рейдовых мероприятий. В 16 случаях были возбуждены уголовные дела. Фигурантами стали те водители, которые повторно попались на управление машиной в нетрезвом состоянии. Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. В Орском дорожные полицейские выявили 14, в Камышине 12 пьяных водителей и наибольшее количество граждан, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, задержано в выходные в Волгограде. Это 69 человек. На этом все. До свидания.